Всем привет! Продолжаем обслуживание BMW 318i. Кто не смотрел до этого в выпуске, я купил BMW F30 2016 года за 930 тысяч рублей от одного владельца с пробегом 122 тысячи километров. В первой части я поменял лобовое стекло, рассказал про машину. Во второй части я поменял колеса, точнее летнюю резину. Промыл радиатор, малый радиатор, который находится под бампером, и помыл колесные диски. Сегодня я хочу рассказать про развал схождения, а точнее про мой бзик, я по-другому это не могу назвать, либо про то, что никак не могут выставить ровно руль на BMW F30. Кто смотрел часть про резину, я говорил то, что как поменял резину, заехал на развал схождения, выезжая, у меня руль завалим был в левую сторону. После этого я к ним опять же вернулся на развал схождения, сказал, что у меня руль чуть завален влево, машина едет прямо, все нормально, никуда не ведет. Мне что-то поправили, я выехал, у меня то же самое. Через несколько дней я записался в другой сервис, приехал, объяснил ситуацию, то, что машина едет прямо, но руль завален в левую сторону. Мне сделали диагностику, сказали, у вас там все плохо, надо выставлять. В общем, сделали диагностику, сделали развал схождения еще раз, это получается, напомню, третий раз. Выезжаю, стал лучше, но руль завален в левую сторону. Потом я отсутствовал, недельку приезжаю к ним опять по гарантии, они мне сразу сказали, кстати, то, что развал дело такое, некоторые люди по 3-4 раз заезжают, ничего страшного, приезжайте, по гарантии все сделаем. Приезжаю в четвертый раз, ну, в этот сервис второй раз, в общем, четвертый раз, это было вчера. Выезжаю, ну, у меня руль завален в левую сторону. Я даже не могу сказать, стало лучше или нет. Приезжаю к ним обратно, у них уже стенд был занят, но они мне сразу сказали, вы, если в другое место поедете, мы вам деньги вернем, если у нас развал схождения неправильный. Только предоставьте нам диагностическую карту. В итоге я записываюсь к официальному дилеру. Почему я в первый раз не поехал туда? У них все бывает обычно забито, надо записывать за 2-3 дня. К моему счастью, у них было свободно, я туда приезжаю, объяснил ситуацию, то, что у меня руль завален в левую сторону. Машину загнали. А, причем самое интересное, я когда позвонил официальному дилеру, я сказал, у меня руль завален в левую сторону, я хочу, чтобы мне вы его выровняли. Я не говорил, мне надо делать развал схождения и так далее. А когда уже приехал, то есть я записывался только на диагностику. Как казалось, записали диагностику ходовой мне. Я в итоге менеджеру объяснил, сделайте мне руль прямо. Я не знаю, каким другим способом выставляют руль прямо, может там рулевую рейку иногда просто подтягивают, еще что-то. Но он мне твердо сказал, загоним на развал схождения, выпрямим руль. Ладно, машину загнали, менеджер вызывает, говорит, подойдите к диагносту, к механику, покажите, как у вас стоит руль. Я ему объяснил опять ситуацию, то, что руль завален влево, показал фотографию. Он мне сразу же сказал, что у вас все очень плохо, мы вам сейчас все сделаем и все будет отлично. В итоге где-то через час я забираю машину, менеджер мне говорит, покатайтесь. У вас есть 10 дней, только яму не ловите, сейчас все должно быть хорошо. Выезжаю, ну и что вы думаете? Опять у меня руль завален влево. Я уже заехал 5 раз в сервис, да, и мне до сих пор не могут выставить руль. Я думаю, ну либо в сервисе что-то не то, да, либо у меня с глазами что-то не то. Кстати, вот диагностический лист, они мне показали. Все, что зеленое, это было в норме, это в норме. А то, что вот это красное, это было отклонение, которое они как раз таки поправили. Это по задней оси. Но я заезжал в третий сервис и везде разные показания. Я не уверен, что именно вот эти показания правильные. Возможно тот сервис, который до этого делал правильно. Возможно вообще тот сервис, который делал первый раз, все было правильно. Понимаете? Не факт, что вот эти показания, они идеальны. В любом случае где-то может быть погрешность. В любом случае есть и человеческий фактор, и оборудование может быть не в исправном состоянии. То есть трудно сказать, кто тут прав, кто виноват, у кого стенд правильно показывают, у кого механик хороший. Факт есть факт. Вот руль у меня смотрит в левую сторону. Вот можете посмотреть на фотографии. Я сегодня выехал с утра пораньше. Эта штука мне даже спать не дает. То, что у меня руль кривой, и никто с этим разобраться не может. Выехал специально на трассу, и у меня закралась мысля такая. Возможно это обман зрения. То, что панель-то она не прямая. Глаза цепляются за что-то относительно руля, да? И сравнивается, хочешь не хочешь, с панелью как-то. Относительно плоскости дороги тяжело, конечно, сказать. Но кажется, что неровно. Относительно рычага поворотников и дворников это все криво. Руль завален влево. Сами можете посмотреть. Тяжело сказать. Да, конечно, после последнего раза, после официального дилера, стало еще лучше, да? Либо я уже просто начал привыкать. Но в итоге вот такая ситуация, и не знаю, меня это не совсем устраивает. Я не хочу верить, что это ровно стоячая роль. Не знаю, я не знаю, как это смотрит правильно. И что мне не понравилось у официального дилера, я как только выехал, покатался, звоню опять же официальному дилеру, прошу, чтобы меня связали с менеджером. Я запомнил его фамилию, имя, попросил, чтобы меня связали с менеджером. Попытались с ним созвониться, сказали, что менеджер пока занят с другим клиентом. Он как освободится, сразу же вам перезвонит. Ну, мне таки никто не позвонил. Посмотрим. Возможно, сегодня кто-то позвонит. Скорее всего, попробую еще раз заехать, если не привыкну. А вдруг привыкну. Посмотрим, видно будет. Но если уже нет, то нет. Я не знаю, буду ездить вот так, с кривым рулем. Понимаете, это вот... Одно дело, ты когда берешь машину 30-летней давности, какую-нибудь старенькую, уже с пробегом 300-400, ну, с большим пробегом, да. Не особо ухоженно, не за большие деньги. Вроде бы так. Ладно, пойдет, вроде бы едет прямо. Ладно, пойдет. Но когда ты берешь машину 2016 года, в хорошем состоянии, да. Не знаю, неохота. Тем более марку BMW, которая все сделана для управления, да. Для водителя, а не для пассажиров. Ну, не знаю, как-то неохота ездить с кривым рулем. Поэтому вот такой бзик у меня в голову закрался. Я хочу выровнять, выставить эту руль. С другой стороны, я вот сейчас сижу, да. Вот я его выставил, как он ровно стоит. То есть машина едет прямо, как будто бы руль налево завален, да. Но, если я его выправляю по рычагам поворотника и дворника, я вот сейчас смотрю, у меня такое ощущение уже, как будто руль заваливается в правую сторону. То есть вот уже настолько это наболевшая тема, что у меня, я забыл, как должно выглядеть нормально. Понимаете? И как-то вот тяжело уже сказать. Просто руль изначально был завален сильно, потом его чуть-чуть выровняли, потом еще чуть-чуть выровняли, потом еще чуть-чуть выровняли. И уже тут потерялась как бы норма. Где эта норма? Вот. И сейчас тяжело найти. Ну, в общем, вот такая ситуация. Поездим, посмотрим. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!